Добрый день уважаемые зрители и слушатели с вами я Борис Марсенкевич и бессменный лидер руководитель создатель портала атомная энергия 2.0 Павел Яковлев а это значит что настало время для атомных новостей мы давно не встречались новостей только больше становится я думаю что если бы был интерес вашей страны мы бы встречались чаще новости действительно просто поток тем более что сейчас проходит всемирный экологический съезд под названием коп 29 в городе Баку вроде бы экология и нас атомную энергетику это напрямую не касается но где-то начиная с 2016 года все люди заняты в атомной энергетике занимающиеся ее развитием строительством в обязательном порядке сообщают сколько тонн углекислого газа было бы выработано если бы не было наших атомных электростанций на мой взгляд полнейшая чушь на ее принято повторять почему чушь напоминаю что вся наша климатическая политика основана на рамочной конвенции по изменению климата приняты он на саммите тысячелетия в 92 году далее последовал киоски протокол киоски протокол единственный из этих климатических документов который попал на проверку в российскую академию наук который в 2004 году свой вердикт и вынесла киоски протокол не имеет научного обоснования этот вывод никто не опровергал повторных проверок не было поэтому я как человек который разумеется считается с авторитетом российской академии наук склонен считать что вся климатическая повестка которая сейчас вся планета занята по неизвестным причинам научного обоснования не имеет но тем не менее я думаю что даже если павла разбудить посреди ночи из просить что такое атомная энергетика он не открывая глаз насчет рассказывать миллионы тонн углекислого газа не вырабатываются после базовой нагрузки на самом деле так уж действительно сложилось что новости связанные с атомной энергетики подвязали к этой экологической повестке и на коп были новости атомные до были новости как со стороны отдельных стран так и совместные коллективные новости так пять стран присоединились глобальной декларации мировой декларации по утроению атомной мощности в мире 50-му году это нигерия косово казахстан турция и сальвадор замечательные страны очень известные в каждое огромное количество атомных электростанций большие научные школы на самом деле началось это собственно говоря с 22 года напомню что 31 декабря 2021 года в 23 часа 50 минут это без всяких шуток без всяких шуток на официальном сайте еврокомиссии появилось сообщение о том что атомная генерация отнесена к зеленой таксономия вот с того момента началось признание того что действительно в активных зонах реакторов углекислый газ не образуется раньше об этом не знали но вот теперь слава богу не прошло собственно говоря и 70 лет момента запуска первой атомной электростанции уже в европе догадались углекислого газа там нет и дальше последовал в этом коп-28 где первые 20 государств под этом решением об утроении генерации подписались затем последовал всемирный саммит по ядерной энергетике в брюсселе там стран стало еще больше вот новый коп новые участники этой могучей программы я думаю что конечно участие косово особенно поможет мировой атомной энергетики так что можем пожелать только удачи большие успехи бассейны чем мы говорили что брикс тоже создает свою альтернативу да но это такой большой разговор почему это вообще появилась но если мы говорим о коп-29 буквально самом начале сами там проходит в течение 12 дней последовало заявление представителей соединенных штатов о том что они надеются что новое администрация не отменит решение ныне действующие администрации о том что в соединенных штатах будет утроена мощность атомных электростанций вот такая надежда у них есть но это было только начало продолжение новые страны новые участники и в то же время сша планирует расконсервировать ряд уже закрытых аэс которые они закрывали в течение последних 10-15 лет с точки зрения конечно использования них для дата-центров для искусства интеллекта и это уже даже шаг дальше чем германия которая до сих пор мне кажется обсуждает закрывшиеся последние три атомных реактора а сша планирует комплексные восстановления атомной станции даже энергоблока с 3 майлайланд для компании microsoft планировать они могут вопрос что скажет государственный регулятор разрешит он это или нет потому что некоторые станции были закрыты не потому что какие-то экологические проблемы возникли а просто пора выводить из эксплуатации дальше продлевать работу вы уже невозможно так что планы отчасти отчасти в первую очередь это был экономические причины что они не могли никак конкурировать с дешевым газом и с огромными инвестициями и льготами субсидиями государства в возобновляемые энергетику потому что аналогичные субсидии не давались атомным проектом новым вторыми как огромнейшие деньги шла поддержка ветер ветер солнце и вода наши лучшие друзья да известно но известно кто займет место в овальном кабинете одно из один из предвыборных лозунгов мистера трампа буре детка бури в расчете на то что будут новые льготы у всех кто действительно будет для добычи углеводородов после того как стало известно имя нового министра энергетики которые в январе при заступит на свой пост я думаю что к этому лозунгу можно добавить еще и жги детка новым министром энергетики становится один из руководителей добывающих компаний занимающихся методом гидроразрыва пласта то есть совсем серьезные люди многие эксперты многие комментаторы говорят о том что вероятнее всего соединенные штаты под руководством мистера трампа в очередной раз выйдет из парижского соглашения что я как известный поклонник всей зеленой энергетики хотел другое слово сказать на задержал себя я двумя руками за двумя руками заняться радиологии если россия тоже выйдет из парижского соглашения действительно будет шаг в правильную сторону потому что несмотря на вердикт российской академии наук и государственная дума и совет федерации ратифицировали киоский протокол мне кажется что все-таки надо слушать ученых они политиков мы с ним начал и знаете что сейчас происходит в деле у них закрыты все школы все дети учатся дистанционно огромнейшее количество так называемого смога у них превышена концентрация вредных веществ в 50 раз от нормы но причина не в том что уголь нефти и газ загрязня атмосферу а в том что они продолжают фермеры индийские продолжают сжигать на своей предыдущей посевы и тем самым их столица полностью окутана дымом ну пусть они воспитывают своих крестьян и если что-то сжигать надо лучше сжигать в котельной как преобразовывать тепло в холод тоже известно все все нам известно если ну вот заявление соединенных штатов о том что они смогут утроить мощность атомных электростанций ну на мой взгляд это ближе какой-то фантастики на день сегодняшний общая установленная мощность атомных энергоблоков в соединенных штатах 96 гигаватт с учетом ввода двух блоков на этом электростанции могут если они собираются утраивать значит надо 192 гигаватта построить новых единственный лицензированный прошедшие все согласования с государственным регулятором проект большой мощности это проект от компании вестингаус реактора по 1000 несмотря на то что он 1000 тем не менее у него электрическая мощность 1100 мегаватт за 25 лет предстоит в таком случае построить ну если считаем только большими реакторами что-то около 180 реакторов даже больше то что надо будет замещать выводим если учились выводим это там под две сотни с учетом того что за последние 20 лет в соединенных штатах построена два атомных энергоблока ну надо будет немножко ускориться но также не хотим отметить что они научились продлять эксплуатацию до 80 лет их реакторов это достаточно серьезное достижение учитывая то что они были построены в 60-х и 70-х годах большинство из них не ну это действительно одно из таких прорывных направлений соединенных штатах продление сроков эксплуатации это действительно технологии ведь продлевается эксплуатация не только того что можно поменять но и допустим корпусов реакторов они несменны тем не менее они умеют это делать в этом направлении они да не очень хорошо продвинулись тем более что у них разные реакторы если мы смотрим что у нас россия здесь есть несколько поколений в р-440 в р-1000 в р-1200 и р-бмк ну это отдельное направление можно еще и билибинскую атомную электростанцию вспоминать но у нас как бы все четко там работали частная компания напомню что атомная энергетика в соединенных штатах в отличие от россии частные и владельцы атомных электростанций частные компании соответственно разработчики всех технологий так что то что американские атомщики под руководством государственного регулятора смогли сделать по части продления работают по части продления эксплуатации действительно такой серьезный прорыв и плюс к этому достижение высокого киума больше девяносто трех процентов по моему в среднем или в девяносто одного процента то есть это самый высокий киум в мире мне кажется американских атомных станций коэффициент использования установленной мощности сколько из имеющихся часов оборудование работает у нас в россии всего 83 процента впереди большие перспективы и мы внезапно вот я все пытаюсь вернуться на коп 29 ну как все не получается коснулись россии напомню что мы ждем утверждение министерством энергетики комплексного плана строительство новых атомных но новой генерации до 42 года я подозреваю что будет учена просьба одного из читателей вот этой концепции владимир владимирович и путина который считает что атомные электростанции на нашем дальнем востоке нужны уже в тридцать втором году не сорок втором году в тридцать втором от него раздалось пожелание чтобы русатом учел что энергодефицит и на нас дальний восток и так долго ждать с учетом темпов развития имеющихся дальнего востока не получится посмотрим как русатом среагирует на такое уже среагировал русатом заявил что включила данную задачу в общую разработку дальнейшую генсхемы в россии и как мы знаем там подразумевается строительство энергоблока в средней мощности ввр 600 двухблочных это имеется до амурская с приморская с а первый такой энергоблока должен быть построен на кольская с это был предыдущий план сейчас во-первых пожелание побыстрее во вторых не по 600 а по 1000 мегаватт то есть это возврат хорошо зарекомендовавшему себя ввр тысячного почему именно он они 1200 потому что ввр тысячные в исполнении для сейсмоопасных зон хорошо отработан так что вероятнее всего речь идет именно об этом то есть если раньше речь шла вот по первому варианту генеральной схемы 2000 2400 мегаватт то сейчас 4000 это явно переход на тысячники ждем реакцию русатома справится не справится приморский край хабаровский край площадки были свое время подобраны еще в советское время но по самым разным причинам строительство не началось может быть сейчас их перепроверить и тогда можно немножечко ускориться по крайней мере площадки тоже найдено уже хорошо ну то что касается планов сша но мне кажется это ближе к утопии да там есть идея о том чтобы строить атомные электростанции на месте закрытых угольных электростанций снимается часть проблемы по исследованию площадке там уже все проверено все хорошо но нет своего атомного машиностроения не потому что никто не умеет просто не было заказов соответственно технологические линии разобраны на другие направления напомню что для атомной электростанции в угол корпуса реакторов заказывали в японии везли через океан потому что в соединенных штатах заказы разместить негде на представить себе что 200 реакторов за 25 лет по 8 реакторов в год были конечно времена когда такое бывало причем не только одна идея как такое может быть это если они запустят массовое серийное масштабное производство транспортабельных микрореакторов допустим заводской заводского изготовления прекрасно если мы говорим про малые реакторы 300 мегаватт даже микрореакторов которые в контейнерах могут располагаться в небольших местах соответственно их зона зона безопасности будет минимизирована их можно будет чуть ли не в города оставить и вот так вот они построят большие заводы по производству этих контейнерных микрореакторов и начнут их например на 10-15-20 лет ставить на одной топливной загрузки и потом их забирать на переработку рециклинг и опять их возвращать в строй во первых для того чтобы перерабатывать надо законы менять напомню что 70-х годов еще определенные для регионе облученное ядерное топливо в соединенных штатах объявлено высокоактивными отходами переработки не подлежит во вторых ну 200 реакторов по 1100 мегаватт если мы говорим про микро там счет пойдет на десятки тысяч ну может быть вот может быть вот если вы наш передачу увидите в конце недели ну вы считаете вот такими сказками на ночь перед выходными разве что напомню что пока в соединенных штатах разная компания разрабатывают в общей сложности больше 20 проектов реакторов малой мощности пока ни один не лицензировал надо отдать должное государственному регулятору внешнего реакторе комиссион реакторе комиссион она абсолютно равнодушно что происходит с политической властью она знает только одно заповедь атомной энергетики номер ноль безопасность у вас все зарисовано красиво замечательно и куда у вас прекрасную безопасность вы не гарантируете идите перейдем это доказанная безопасность а это вот самое сложное как сначала доказать экспериментально со всеми видами тестов включая сейсмические конечно аварии все виды аварий надо объяснить и сейчас уже даже требование что это должен уже спроектировать последующий вывод эксплуатации минимизировать отходы минимизировать экологические риски задач много задач много они решаются достаточно легко надо обо всем договориться с русатовом естественно политики сами себе этого позволить не могут я все равно вернусь на коп 29 потому что есть еще одна новость которую пока не все оценили в тех документах которые приняты в еврокомиссии относительно зеленой таксономии для атомной электростанции в числе прочих пунктов которые необходимо соблюдать в числе прочих требований соответствие системе европейских тестов европейские тесты на безопасность они чуточку более требовательна чем требования магатэ постфокусимский кодекс безопасности так называемый и на день сегодняшний только одна атомная электростанция уверенно прошла все тесты это белорусская атомная электростанция разумеется речь о ней тогда возникает вопрос что эти господа собираются строить с росатомом как известно работать нельзя что нам продемонстрировала чехия шумом продемонстрировала болгария все что угодно только не российские проекты такое решение в чехии победителем тендера стала корейская компания с реактором ap 1400 который теперь входит в суды будет выходить еще достаточно долго компания вестингауз заявила что это ее технологию не имеете право распространять я либо тоже по массу лица арана там хорошо тогда что у нас остается то что по крайней мере было лицензировано на уровне евроатома о чем можно говорить лицензировали французские американские технологии великобритании почему великобритании на тот момент входила состав евросоюза здесь все хорошо это те самые реакторы и п1000 и п.р. 1600 французская варева теперь вд.ф. передана подразделение сюда очень неплохие результаты всего за 18 лет удалось построить реактор финляндии всего в три раза превысили смету рекламная кампания прошла замечательно я думаю будет огромное количество заказов тем более что волки вот у нас сегодня 20 ноября вторые сутки остановки реактора по причине каких-то проблем в генераторе вслух пока еще не сказано обещали исправить за сутки пока не получается пообещали за то я ждем может быть что-то изменится тоже они неплохая реклама поскольку окей вот это порядка 30 процентов генерации электроэнергии финляндии немножко выросла стоимость электроэнергии раза в три пока не закончится ремонт ну вот с такой рекламой будут ли новые заказы мне сказать сложно что касается компания вестингаус и их технологии ничего они пока в европе по проекту п тысячах тысячи не строили но тем не менее лицензия есть но что может быть в том случае если строительство будет доверено компания вестингаус только что увидели в болгарии был тендер победителем назначена вестингаус которая по окончании тендерных процедур сообщила что мы держать ли лицензии а где вы найдете финансирование генерального подрядчика нас не касается вот собственно говоря что остается как выяснилось на коп-29 румыния румыния сейчас лидер атомной энергетики в евросоюзе если кто-то не верит изучите документы коп-29 прямо там подписано соглашение о начале строительства двух новых блоков по канадской технологии на атомной электростанции черновода черновода черная вода наверно так переводится тяжелого может быть это конду канадские бетериум ураниум да действительно уникальная технология разработанного канадскими специалистами не требует обогащения урана в качестве замедлились замедлитель и используется тяжелая вода в качестве охладителя обычная вода очень сложная конструкция тем не менее разрешение получено все предыдущие реакторы работают по той же технологии но этот новинка это конду 7 по-моему до 7 или 6 или 6 такой конду 6 соответственно в консорциум которое будет заниматься строительством входят канадцы как держатель и технологии итальянцы как инвесторы тем более что строится это будет ближе границы с италией италия сама себя эту энергетику запретила я так понимаю что компания не которая будет инвестировать и строить пришла к сакраментальному выводу пока наши законодатели будут о чем-то думать мы спокойно построим и обеспечим себя надежной генерации хотя бы на севере страны тем более что север италии наиболее развиты в промышленном отношении им там надо как что я могу поздравить весь европейский союз у вас есть румыния вам повезло у вас есть возможность действительно строить и строить я за них рад извините а почему и не хотят инвестировать в венгрию например площадку пак 2 можно расширить до даже до 6 блоков я думаю что что строить в венгрии венгрии решат сами удивительная страна которого правительство которое позволяет себе думать о собственной стране не о нуждах брюсселя не об интересах вашингтона не о проблемах киева венгрии правительство сидя в будапеште интересуется будапешном интересуется венгрии строительство первый бетон по моему опять же на коп 29 сообщил генеральный директор русатома в первом квартале наступающего нового года на пакш 2 будет залит и я сильно подозреваю что технология ввр венгрии вполне устраивает если говорить о пакш без номера пакш 1 если угодно 4 реактора варчи 440 ни одного инцидента за все время работы никаких отказов венгерские специалисты каждые два года появляются в подольске на гидропрессе на международных конференциях по безопасности технологии ввр они всегда в курсе никаких политических проблем нет их интересует безопасность надежность работы их атомных реакторов так что пускать туда кого-то нового все они все-таки они решили закупать топлива вестингаус в будущем в будущем ждем будущего пока компания вестингаус надо дать должное сумела договориться с министерством энергетики соединенных штатов и им разрешили закупать обогащенный урановый продукт урос от молодцы это же главная новость ну да я уже многократно по этому поводу высказывался есть постановление правительства россии о запрете на экспорт обогащенного уранового продукта в соединенные штаты или в адрес компаний зарегистрированных соединенных штатах почему именно так я уже говорил атомные электростанции принадлежат частным компаниям соответственно не могут без своего любимого правительства за ним подписывать договора напрямую с топливным дивизионом росатом исключения могут быть предоставлены федеральной службы технического экспортного контроля индивидуально это полнейшее зеркальное отражение закона о запрете на импорт российского урана и урана изготовленного российскими компаниями такое название летом этого года он вступил в силу исключения могут может давать министерство энергетики соединенных штатов до двадцать восьмого года в том случае если аналогичного товара нет на рынке и или если отсутствие такого товара представляет угрозу энергетической безопасности сша ну и теперь нам насколько я понимаю если какая-то американская компания владеющая с решает закупить обогащенный урановый продукт у росатома сначала нам доказать министерство энергетики в своей стране что мне это необходимо а потом пообщаться с федеральной службы технического экспортного контроля россии чтобы еще раз объяснить зачем нам это надо ну и выслушать наверно вопрос что вы можете нам предоставить кроме ваших долларов есть что-нибудь запрет мог бы наверное и раньше появится но мы никуда не торопимся спешки тут нет разумеется учтено пожелание президента россии в сентябре высказано пройтись по критическим так скажем природным ресурсам поставляем в недружеские страны но без спешки чтобы не нанести вреда самим себе что собственно говоря и сделано есть множество версий о том что мгновенно после этого возникнут какие-то огромные проблемы в энергетике соединенных штатов действительности не соответствует напомню что договора о поставках обогащенного уранового продукта с американскими компаниями русатом подписывал в основном в 2014 году десятилетние закончилось время действия договора вон о сделке гор черном ордена после этого 10-летний контакт пошли там была возможность выбирать не одинаковые объема так как было необходимо потому что топливная сессия не совпадает с календарным годом но если мы посмотрим на то что происходило но до встречи на 24 годах продукция поставлялась больше чем на миллиард долларов это означает что американские компании видя что заканчивается контрольный контракт выбирали все объемы какие оставались тем более что у них я думаю тоже было подозрение что-то родного правительства можно ждать чего угодно и мистер байден не подвел он чего угодно и придумал запрет разумеется все это не касается клиентов росатома во всех других странах на всех других континентов есть совершенно конкретная страна которая решила поцарапать наши экономические интересы получила на мой взгляд совершенно адекватный ответ вот как так если из таких новостей ну тем не менее вся надежда на румынию румыния выбрала канадскую технологию по той причине что в этих реакторах не требуется обогащение урана соответственно можно строить и строить кроме не можно еще добавить польшу которая очень хочет ворваться в мировой клуб лидеров атомной энергетики уже которое соглашение они подписали чуть ли не каждую неделю появляются новости из польши об очередной либо промышленной компании либо государственном комитете либо заводе изготовители которые стремится попасть и вот в цепочку поставок принять участие в будущей строящийся атомной станции который выстегался должен будет строить у них когда я был маленьких носил пионерских галстук и значок появилась поговорка о том что на несколько вещей можно смотреть бесконечно как бежит вода как горит огонь и как польша строит атомную электростанцию это было почти 50 лет тому назад польша продолжают строить атомную электростанцию подписаны замечательные меморандумы с вестингаузом там по-моему 50 малых блоков они собираются строить еще не что-то собираются строить с малыми реакторами да там очень там все десятками насчитывается сотнями ну будем конечно наблюдать польша страна богатая денег у нее много вестингауза денег нет но уж у кого у кого у польши и разумеется атомное машиностроение польши известного во всем мире да и в окрестностях планеты земля тоже так что я уверен что успехи у них будут я заранее поздравляю всех граждан польши с тем что у них большие успехи впереди ну и по крайней мере подписанное соглашение о том что они утроят атомную генерацию легко выполнимо достаточно построить хотя бы исследовательские реакторы уже хорошо который был мария мария но он был противный он был построен советские времена там было неправильное деление неправильный уран и нейтроны были демократичные не демократичные совершенно уж какие электронного даже лучше не вспоминать а как насчет хороших новостей даже от нашей страны ну от нашей страны вот это я бы точно хотел услышать от вас комментарии тут намечены совершенно действительно на мой взгляд может быть я чуть там до конца не понимаю мне кажется что это прорывные решения в том что касается развития нашей отечественной ядерной медицины до рождается рассказывайте ну во первых россия строит крупнейший в европе завод в обнинске на базе нефхимии кафома по производству более 26 радио фарм препаратов они пока общего типа они стандартные по так называемой технологии gmp надлежащие медицинские практики и на этом заводе он планирует изготавливать самые критически необходимые затопы которые кстати там рядом прям там производится и соответственно фарма технические решения лекарства более того буквально сегодня в научном университете научно-технологическом университете sirius наш главный образовательный центр по обучению специалистов технической академии росатома подписали большое знаковое масштабное соглашение о межотрасливом междисциплинарном между межгалактической межнаучном проекте называется школа по ядерной медицине и конечно на ферочу предназначена для воспитания становления новые школы медицинских физиков инженеров врачей преподавателей и более того этот проект очень тесно будет сотрудничать с центром робототехники который там в сервисе создан в том числе для проекта прорыв и в ядерной медицине очень активно планируется внедрение они особо это подчеркивают математических технологий моделирования новых лекарств робототехники автоматизации естественно цифровизации и самого современного искусственного интеллекта и вот этот вот передовой проект по ядерной медицине по образовательной ядерной медицине должен будет не только принести новый интерес к этой сфере но и подготовить целую плеяду ученых в том числе к дальнейшем развитию этой сферы потому что мы знаем у нас 25 году большинством планируется начало серийного выпуска российских томографов практически все ядерное приборостроение нашей стране уже отечественное кстати за исключением технологии производства кристаллов из особо чистого германия и в той же технической академии на прошлом деле состоялся съезд 200 ведущих приборостроителей ядерных приборостроителей которые разработали национальную концепцию производства вот таких вот кристаллов особо чистого германия которые используются высокочувствительные медицинской техники для ядерной диагностики для ядерной терапии то есть в целом эта сфера она сертифическая русатом как мы знаем приобрел практически стал не монополистом но крупнейшим игроком в сети медицинских клиник ядерной медицины в россии то есть русатом уже теперь есть и и клиники сбыта своих технологий и в целом ядерная медицина наша российская должна догнать общемировые уровни и по количеству томографов и по количеству коек и по количеству диспансеров и по количеству превентивных технологий когда граждане страны могут заранее проходить обследование чтобы предупредить возникновение онкологические болезни на самом раннем этапе то есть целом вот эта связка теперь уже не только из чистого воздуха но еще здравоохранение может очень сильно подсегнуть интерес к нашей сфере здравоохранение вот это то что реально живое то что действительно необходимо напомню что одно из основных применений ядерной медицины это сражение с онкологией самые разные ее формы к сожалению этот недуг который плохо другими методами можно как-то терапевтически на него влиять и поэтому нам необходимо вот сама идея о том что нам нужно готовить ядерных медиков или медицинских ядерщиков я не очень понимаю как это должно сочетаться в одной голове мне кажется что был бы помоложе мне было бы действительно очень интересный человек должен глубоко разбираться в медицине чтобы понимать что он собрался лечить какие могут быть последствия правильно и неправильно и при этом он должен хорошо понимать все что касается атомной энергетики атомной физики какие виды излучения какой интенсивности и так далее и так далее на безопасности такой синтез наук действительно новое направление междисциплинарная на мой взгляд это очень интересно и очень перспективно что касается оборудование необходимого для диагностирования это тоже новое направление у нас ядерное медицинские центры создавались но в основном на за счет оборудования general electric сименс по моему японские какие-то то чтобы вот теперь появляется возможность надежды на то что это оборудование будет уже наше отечественное потому что но с учетом всего что происходит вокруг россии вот стоит томограф а то чтобы нужно проводить ремонт нужно менять какие-то расходные материалы как обновлять программное стечение которое уже не обновляются для нас это такой очень важный момент без ядерной медицины представить себе как мы будем справляться с онкологией невозможно поэтому круто решение sirius и росатома совместно выйти в новом направлении но по моему очень хорошо вообще павел если была возможность кого-то из технической академии росатома пригласить поговорить вот как раз на эту тему мне кажется что это интересно пусть даже не так просто будет объяснять о чем идет разговор ну может быть прежде чем пригласить таких специалистов я потом попробую хоть немножечко рассказать о том что такое ядерная медицина о том что такое радиофарм препаратов для чего нужны почему весь мир сражается за изотоп молибдена 99 ну и так далее и так далее как производить изотопа этого же не производится что такое циклотроны и что такое промышленные реакторы очень интересная тема и то что она важно это понимают уже во всем мире и действительно за счет ядерной медицины нельзя исключать что сфера технического влияния россии будет продолжать расширяться один из примеров это многоуважаемая сербия которая после всего что с югославии произошла сама себе запретила развитие атомной энергетики поскольку постоянно специалисты приезжали в россию на те же атом экспо на другие формы которые проводились они увидели возможность которые дают ядерная медицина и вот первое изменение в законодательстве это возможность заниматься именно ядерной медицины то есть может быть вот так шаг за шагом потому что самое необходимое это конечно борьба со здоровьем нам когда говорят про устойчивое развитие все время говорят про ту самую зеленую энергетику что конечно же является чушью я бы даже сказал собачьей чушью если посмотреть цели устойчивого развития то пункт 1 борьба с нищетой пункт 2 борьба с голодом а вот пункт 3 как раз качественная медицина то что необходимо в любой точке планеты во все времена так что если у русатома будет получаться и производства радиофарм препаратов потому что до последнего времени нас получалось что мы производили изотопы куда-то их отправляли там их превращали в радиофарм препаратом и закупали достаточно странно все это выглядело и если в обнязке все получится но это будет совершенно другой уровень если чиросатом отлично придумал так называемые центры ядерной технологии науки в которой они основаны в центре которых циклотрон который производит затопы не только лейдер медицины но и для сельского хозяйства для промышленности для стерилизации медицинских изделий то есть ядерная медицина как центр основа таких центров ядерной технологии она открывает доступ еще к другим отраслям промышленности не менее важного чистые продукты питания ну и кстати из свежих новостей новости из новосибирска для боливии планета маленькая напомню что в боливии заканчивается формирование центра ядерных наук и технологии там не только ускорители там и исследовательский реактор и вот в новосибирске завод химоконцентратов нзхк готовит ядерное топливо для исследовательского реактора который в следующем году отправится в высокогорье южноамериканской страны такие новости откуда в новости могут были в боливии конечно из новосибирской логично так что да вот один из таких проектов которые но уже по другую сторону земного шарика тем не менее и боливия если говорить о новом проекте который предложил росатом для брикс для атомной платформы да она уже участник там уже начинают понимать важность значимость ядерных технологий будем надеяться что таких новостей будет больше давайте по конец передачи вспомним наши главные стройки мира а и сакую и а сальдоба на прошлой неделе забетонировал росатом корпус купол первого энергоблока ввр 1200 буквально вчера в день атомной энергетики египта росатом смонтировал ловушку расплава на четвертом многоблоке в р-1200 по моему только начать еще сона доставлена уже уже монтаж уже монтаж произведен более того на третьем блоке монтаж такой же ловушки расплава состоялся месяц назад то есть это бы быстрые темпы на огромнейшие стройки как мы знаем по 4 реактора ввр 1200 на каждой площадке для египта это стратегический проект на нем присутствуют министры и руководители всех всех комитетов они понимают ценность и доступность огромное количество базовой электроэнергии для страны которая нуждается и в оплеснении и в сельском хозяйстве и в чистой воде и многим 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 другим технологиям поэтому вот два этих проекта продолжают строится ожидаем рокировку на день сегодняшний самая большая атомная стройка на планете атомная электростанция аку наше электростанция в турции если все будет идти по плану то первый блок в следующем году выйдет на минимально контролируемый уровень его перестанут строить но будет 4 блок строится в египте сейчас три строятся но поменяются будет крупнейшая стройка соответственно же в египте что касается египта то эль-доба это местность ну наверное если бы мы строили крупную атомную кассацию денег на севере якутии выглядело приблизительно так же если вы посмотрите на плотность населения египта как и несколько тысяч лет назад все вдоль дельты нила на этом немножечко стране это опять побережье нашего любимого средиземного моря мы любим на средиземном море что-нибудь строить нашим монтажникам приятно в турции средиземное море в египте средиземное море там плотность населения ближе к нулю но уже сейчас когда появляются только очертания уже строится новый город будет вода значит будет жизнь а для египта достаточно важно что может быть немножечко удастся изменить плотность расселения соответственно и промышленного развития собственной страны для них это важно еще и с этой страны так что наблюдаем прессе ничей напоследок инновационная новость от нашего любимого ядерного вуза мифи в понедельник мифи подключил свой учебный токомак мифис 0 к центру диспетчерского управления национальной сети термоядерных исследований то есть в россии под эгидой господство сатом академии наук создается распределенная сеть знаний данных опыта эксплуатации термоядерных установок и мифи становится одним из важных узлов этого проекта где большое количество студентов и преподавателей стажеров инженеров исследователей смогут уже в онлайн режиме оперативно обмениваться самыми современными данными быстро проводить эксперименты сравнивать их с экспериментами полученными даже в других странах по моему планируется и другие страны подключаться к нашей сети национальной сети термоядерных исследований и вот запуск и подключение токомака мифис 0 к национальной сети мне кажется для на для наших вузов для нашего главного технического ядерного вуза этого очень хороший такой символ будущего поколения токомак щиков термоядерщиков чью идею токомак придумали вы в россии советском союзе на самом деле вот новости связанные с образованием напомню что русатом вполне серьезно рассчитывает что тридцатому году ему необходимо около 300 тысяч новых сотрудников это действительно высокие технологии действительно интересно со всех точек зрения действительно необходимо нам потому что я например уже устал от разговоров о том что россия это что нам верхняя вольта с ракетами ракеты можно оставить все остальное высокотехнологичное развитие нам конечно необходимо спасибо за участие я думаю что все понимают что новостей намного больше но что успели что он нам самим показалось наиболее интересным успели рассказать всем спасибо за внимание спасибо